дорогие товарищи здравствуйте сегодня 16 ноября 24 года краснодарский края бинский район ну решил очередную часть шестую записать ну начну сначала из комментарий один написал кто-то мне ну под ником же там же не понятно лжец и у смайлик улыбающийся хрен знает не знаю может я и лжец вот то что я вам говорю все верно до такой степени что трудно передать ребята понимаете нет у меня никакой цели кого-то приврать что-то сам приукрасить хотя вот одна мне написал или один ну что отец оставил двух детей это не очень хорошо что у меня там есть какие-то чуть ли они нарцисс там типа если сам себя не похвали что кто похвалит ну либо насчет отца ботянечка моего родника он когда на войне был получил письмо одно от одно сельчанина что его маруся я даже не помню как его звали первую жену как-то не она прошла мимо с кем-то там сами понимаете и ботянечку так это задело что ну и он решил так обиделся что он решил не ехать к ней домой и возвращаться с войны к ней и почему оказался он в селе суханово бриславского района херсонской области приехал своим товарищем печкуром романом который мы дружили до самой смерти естественно воевали вместе дружили вместе то сказал поехали николай у нас там девчат куча такие красавицы этот ботянечка приехал и встретил маманечку мою марфу ивановну красавицу и так они прожили так что и дочки дочки довольно хорошо относились ботянечки проезжали и все прочее тогда и на похоронах были и так проезжали и ботянечка к ним ездил с нами сыновьями я и коля и витя братики мои все мы ездили туда поселок гольмовский возле горловки донецкой области ребят так что девочки тоже ну дочки мои сестрички понимали понятно что им плохо росли без отца но они понимали почему так случилось тигурина знать моего ботянечка он очень гордый как-то так а насчет что я там себя не похвалишь кто похвалит ребята я хвалишь себя не хвалишь себя то что я говорю что на обезьяну похож лишь не хвалю себя же красавица какое красно ребят обезьяна есть обезьяна в этом возрасте все обезьяны а когда-то был красавец но на самом деле все мы молодые были красивые во вторых у меня куча недостатков куча недостатков я ругаюсь матом и там даже где надо и не надо и так это сдерживаю сейчас я могу даже послать койковой кой куда и так далее все прочее ну буду пропикывать немножечко когда хочется что-то сказать это недостаток мой там еще есть недостатки кое-какие ну такие не слишком влияющие на те заповеди божеские там не убей не укради мне этих нету ребят ну койки есть конечно есть но почему бы я должен гордиться собой вот я на весь мир говорил мне многое смотрят возможно многое посмотрит напишите пожалуйста под этим вот я себя люблю за некоторые вещи очень люблю даже не представляете как я люблю я целовал бы себя в заднем звезды достал за то что я не начал своей жизни курить а ну найдите кого-нибудь таких очень редко особенно с мужского населения за женской не говорю хотя сейчас женщины больше курят чем мужики надеюсь таки с мужиков с моего возраста которым 65 которые не начинали курить или не курят но я побросали до придавила болячка побросали а я не начал вот такая как а потом я свою жизнь выпил 400 грамм водки самогон не пробовал брашку не пробовал коньяк выпил 150 грамм пиво сделал глоток плевался три дня потом назвал конская моча я до сих пор не понимаю в пиве ни хрена и не хочу понимать примете я единство что могу выпить еще с удовольствием я выпью это свою наливочку или как она называется мотая у меня ролики есть на канале по полистайте назад пройдитесь туда где-то вот 22 21 наверное два двадцатый девятнадцатый когда я начинал как я делаю наливочку на меду натурально без сахара без спирта без водки без ничего там только ягоды и только мед соток вот это я выпил бы с удовольствием сейчас меня разговариваю слюнка текут это напиток божественный сказочный вкусный мало алкогольный я его за день там на херсонщине и литру выпивал зашел спокойненько прямо с банки трехлитровый перехилил глотнул и пошел это я его не воспринимал как алкоголь выпить чтоб крылья выросли ух я орел бабам пойдем сейчас бабы все наши там все прочее ребята я всегда жил по принципу нечего сбадривать себя искусственными средствами нужно побеждать без допингов если ты орел тут ты орел а если ты чмо напьешься начудишь а на завтра ты будешь думать елки-палки что я надел а я всегда трезвый ребята так что нарцисс я не нарцисс хрен его знает не знаю как хотите да ну еще тут написал туда гаи мвд давайте ну типа давали ли взятку там все прочее брали ли взятку это очень интересная тема конечно ну для общего развития расскажу сразу гаи и милиция отберу участковый там розыск это разные вещи хоть в одной структуре мы были в мвд но это разные разные добыли гаи пацанчик которые выполняли роль и участкового могли выполнить знали как составить протокол и не только за пьяного за рулем ну и за мелкое хулиганство и все прочее но я в основном знал таких которые стоят на посту на першивые балки херсонской области все знают херсонский дешевая балка и там кота остановили пьяного за рулем как будто бы он-то начал им хамить ругать их матом и все прочее они звонят дежурную часть приедете разберитесь но вы же такие самые милиционеры уже уходим так сама на пенсию что вы что мы они умеют понимаете а мы от участкового инспектора мы работали и по линии а и у меня было как минимум 12 человек вот наказанных за пьянку за рулем я терпеть не могу пьяных а за рулем я их вообще считаю преступниками понимаете вопрос так что ребяточки вы думайте немножко конечно я взятки не давал мне не было смысла взятки никакие а брал ли я ну это будет отдельная тема я когда-нибудь ее коснусь вам ребята ну и давайте немножко о милиции поговорим о той тема какая же естественно я расскажу за поселок юршор немножечко это шахта двадцать девятая была юршор знаете да ну местные местные знают воркутинское я там тоже дежурил миша дятлов михаил петрович дятлов был там участковый красавчик усатый я там у него дежурил на поселке по линии охраны но опять же охранял там вот эти всякие магазины и все прочее так далее и был у меня случай когда в дом быта подготовилась кража михова там меха были норки писцы там такая дом быта хороший был я молодой еще пацан но относился я очень хорошо к своей работе был наблюдателем и заметил подготовку кража ребята и там так интересно получилось взяли техничку первый день она на работу вышла еще даже не была оформлена и решила совершить кражу она специально туда и устраивалась но благодаря моей наблюдательности бдительности как говорится к серьезному отношению к работе эта кража была превращена и вот почему сейчас потом же в дальнейшем узнаете почему ко мне было такое отношение евро и деле не называли золотым фондом но это будет совсем другая тема ребята что я еще хотел сказать тут такого а ставим лайки а то просмотров больше чем лайков да понятно у них каждого есть аккаунт он зашел посмотрел не поставишь лайки все прочее я уверен что если бы были зарегистрированы в ю тубе как положено то и лайки можно было ставить и комментарии писать а так человек зашел аккаунта нету и он посмотрел лайки поставила комментарии написал я знаю что вы хотели поставить лайк много и больше но не всегда получается ребята да не все продвинутые это я такой деловой потому что у меня сыночек рядышком который меня учит рассказывает показывает а сами тоже туповатый интернет иску честно вам так что нет у меня никаких над нарциссских наклонений если как а я говорю как а если я молодец чем то например да я молодец а если нет ничего я буду себя хвалить если сами понимаете кто-то написал мне серёжа давай еда 15 минут ролики записываем до 15 конечно это многовато никто не досматривает средний просмотр с 10 минутах 45 минут максимум так что знаю тут многие не смотрят ну кто зашел кому то что-то не понравилось надеялся на что-то интересное для него глянул на мою физиономию трендящего не понятно о чем как для него для другого кто в теме кто меня знает давно тому интересно естественно а кто не знает так зашел лишь бы это посмотреть на да и все думаю кто такой об там а там оказывается ничего такого и еще просмотре почему мало идут час стали падать просмотры немножечко потому что я не пишу там украина опомнись что ты делаешь если бы такой писал было просмотры по 100 тысяч но мне так украина же так надоело от этих все кастрюль головы честно говорю даже не хочется про них и говорить и вспоминать хоть там очень много нормальных людей ребята поверьте мне на слово ждут и в херсоне ждут россию многие но я с ними созваниваюсь и прочего есть там идиоты который кричать украина понадусе а украины практически уже нету к сожалению ладно ребятчики давайте до встречи